Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости, и в том числе к нам, в присоединяющихся городах. Тема моего выступления сегодня называется «Компионатский подход. Основа реализационной образовательной деятельности в СССР». Пока загружается, я хочу просто начать сказать, что, конечно, я не буду вам объяснять, что такой компетент сейчас. Если будут вопросы по этому конкурсу, то я постараюсь это сделать на нужном столе. А так скажу, что «Компионатский подход» сегодня является главным связующим звеном между образовательным процессом и промышленностей. Потому что ведущие компании уже сейчас, планируя свою деятельность, планируют компетентности и управляющим кадрам, и управленческим кадрам, и, собственно, производственным кадрам также. То есть речь идет о профилях компетенции, речь идет о моделях компетенции. Поэтому нам некуда деваться, и мы вынуждены к этому присоединиться. Развитие образовательной деятельности в силу том, основание компетентного модели осуществляется в рамках двух направлений. Значит, первое направление – это разработка инновационных образовательных технологий и педагогических методий на основе банка и инноваций и карты компетенции в выпускниках. И второе – это создание и развитие системы общественно-профессиональной оценки качества образования. Я думаю, что когда я прочитала первый пункт, и вы все наши преподаватели прочитали, то несколько удивились. Потому что мы еще пока не начали говорить на эту тему, но с научно-методическим отделом, с учебно-методическим управлением мы уже разрабатываем эту модель. И мы ее сегодня, в течение дня, будем представлять, как раз в том числе и для всех. Элементы этого, конечно, мы уже давно над ними работаем, и я выступала тоже с этим вопросами много раз. Значит, оценка того, насколько структура компетенции специалиста удовлетворяет требования профессиональной деятельности, запросу рынка труда, особенностям производства и специфики конкуренции, или насколько достигнуты цели управления профессиональной деятельностью, протекающей системы безотрывного профессионального технического образования, должна осуществляться работодательными. Вот поэтому, значит, второй элемент направления нашего развития, это создание и развитие системы общественно-профессиональной оценки качества образования. Вот я вам представляю нашу схему, разработанную в ходе научно-металлических исследований, скажем, и научно-металлических. Значит, что мы предоставляем здесь, на этой цели, что мы, кроме того, что вы видите красивые картины, сейчас мы можем вам стрелочить. Значит, основная идея того, что мы предлагаем и что мы собираемся сделать, в том числе на возок третьего поколения, который мы долго-долго ругали, но нас все-таки заставляют туда идти. И вот мы, значит, сконцентрировались, нашли там хорошее, то, что нам поможет. Я надеюсь, вместе с нашими промышленниками, вместе с теми предприятиями, с которыми мы работаем, и с которыми захотятся нам работать, вот такую систему осуществлений. То есть в центре всего находится банк инноваций и типоварикантный компетенций. То есть, собирая банки инноваций и разрабатывая деловые карты и компетенции, мы, соответственно, будем предлагать промышленности сейчас воспользоваться услугами наших студентов и наших преподавателей по внедрению инноваций на предприятиях. Вот главная у нас всего этого. Ну, а это, соответственно, каким, через какие территориальные формирования, значит, и по каким направлениям мы это предлагаем сделать. Это основные наши направления, значит, мы их еще не раз увидим, значит, и вы посмотрите. Вот, значит, крупно эта же схема. Итак, значит, как будет седатор происходить? Значит, за счет чего накапливаются банки инноваций? Ну, как-то компетенции, понятно, что они в том числе будут разрабатываться и на основе информации в банке инноваций. Значит, проводится научно-исследовательская работа преподавательных студентов. Значит, реализуются инновационные проекты в том или инновиде. Значит, студенты в ходе курсовой дипломной работы на предприятиях, значит, внедряют и находят какие-то новшества, которые мы, соответственно, на уровне инноваций оформляем паспорта и заносят в свой банк инноваций. Могут быть разные уровни этих инноваций, и, соответственно, у нас разные уровни компетенции, получается, специалистов. То есть это могут быть совершенно типовые для определенного вида промышленности. Компетенции, соответственно, мы будем выпускать. Если предприятию не нужна какая-то специализация, значит, мы будем сготовить специалистов общего профиля, да, по направлению. Но если предприятию нужны какие-то конкретные специальности, на конкретных должностях, значит, знающие конкретные направления, пожалуйста, мы можем в рамках вот этого проекта точно так же подготовить такого специалиста. Конечно, мы не сможем это сделать без промышленности. Поэтому, ну так. Следующий слайд, который я показываю, это кусочек той же большой схемы. Видите, здесь написано «Офорды и дегенеральные формирования». Значит, поскольку мы университет распределенный и работающий в основном на регионы, значит, мы предлагаем в каждом регионе создание таких ресурсных центров или опорных пунктов, значит, через которые мы будем общаться с местными промышленностями. Значит, ну, кроме обычного обучения, проведения занятий, значит, мы предлагаем ввести схему анализа результатов «Офоральный комитетис». Вот это совместная должна быть наша работа. Потом мы рассмотрим, значит, какие особенности. Итак, вот еще раз обращаюсь на те направления, которые мы сегодня, как университет, готовы представить на разработку вот такой схемы. Ну, я, наверное, не буду зачитывать, поскольку времени у меня мало. Значит, вы посмотрите. Это в основном, сейчас, в основном, как я думаю, несколько, они ОООО, это направление наших средств. Интегрируя разные, для того, чтобы существовать эти механизмы, значит, мы предлагаем интеграцию в средства и технологий. Мы не говорим о дистанционном обучении, хотя очень пытаемся вновь внедрить всякое дистанционное ремонтноушение. Но у нас разные аудитории, у нас разные каналы, у нас разные возможности, у нас разные преподаватели и у нас разные студенты. Поэтому мы говорим о том, что в зависимости от потребностей, от возможностей, от, скажем так, умения, подготовленности студентов и преподавателей, мы выбираем те технологии, которые доступны данной аудитории, потому что цель наша, понятно, достичь того же качества, которое нас запросили. Вот это традиционные, я просто показываю, то, что мы используем, и информационно-компликационные, основные, которые мы, соответственно, пытаемся. И теперь, в заключение, я просто хотела показать, что нам уже сделано. Вот перед вами структура информационного образования сетевых ресурсов, значит, в общем, в общем, в таком виде, она разделена, как вы видите, на две части. Это внешняя среда, то, что выход на внешние усердки, две объятия половинка, а это внутренние наши среды, среда, автоматизация, если необходимо, но вручную не устраивается. Состав информационного образования сетевых ресурсов, я думаю, что у нас уже наработаны на сегодняшний день, условно, мы называем, преподентарием образовательных ресурсов, естественно, система управления этими ресурсами есть, и вот какие на сегодняшний день у нас объемы этих ресурсов уже наработаны. Значит, электронные версии учебной металлической литературы, вот видите, здесь цифр, 1718, вот и адрес, где они находятся, библиотеки электронные. Обзорные лекции, обзорные консервы, их 620, может быть так, приблизительно, может быть чуть больше, значит, тоже на сайте социального учения. Видеолекции, более 6 тысяч. Значит, какого рода, вот они перед вами показывают, это образовательные каналы, на YouTube некоторые лекции, вы еще и на Канкарбине, вот дальше с этих лекций, у нас сейчас идет выше рекламы, в актом в зале, и там все лекции на раздаленном аудитории, то есть все лекции, которые читают соприкладель, или идут соприкладельные, все записываются, и потом доступны студентам в другую очередь для актера. Обучающие программы, вот пока их не очень много, 70, поскольку вы используете основную иголочку, и поэтому она у нас основная, это так дополнительно, извините, вот в видеомодуль, виталии, лабораторные работы, практические работы, программы, парадные корпусы, но правда цифра 70 неокорректированная, и у них гораздо больше. Информационно-справочные ресурсы, это базы данных, это собственную паницеллину и другие паницеллины. Система обратной связи также насуществует, кроме видеоконференц-связи, это форумы и конференции, это электронная почта, это социальная сеть на собственном свои, в том числе форум ректорами, есть ВКонтакте, всякое можно увидеть на нашем параде ВКонтакте. И вот, значит, я хочу просто показать схему нашей структуры автоматизированной системы учебных процессов. То, что на сегодняшний у нас здесь сделано, и то, что автоматически уже работает, скажем так, работает то, что желтым, и то, что синим планируется. Итак, EAST Абитурия, то есть, когда человек заявил о желании поступить в нашу институт, он сразу же регистрируется в базе EAST. Потом, после того, как он прошел все испытания, зачисления, он передается в базу студентов в район институт. Если он записался на дистанционные обучения или обучение с элементами EAST, то он попадает в LMS в МУМ. Но для всех видов студентов, для всех обучения ведутся занятия для распределённой аудитории. В каком-то виде, кого больше, кого меньше, но ведутся. Кроме этого обеспечения учебного процесса занимается электронная библиотека и библиотека, где представлены все возможные ресурсы, как наши, сарки наших библиотек-партнеров. Для того, чтобы студенты не испытывают голода учебного, информационного голода, когда им нужна какая-то литература. Если же не оказывается этой литературы ни у нас в электронной библиотеке, ни в медиатеке, ни в библиотеках наших партнеров, студенты могут заказать, и в том числе в удаленном виде, через интернет, в библиотеке, эту литературу между библиотечкой и каталогом для того, чтобы можно было сделать, я так скромно промолчала, а вообще сам в мире большая проблема действительно обеспечения учебно-методическими материалами, причем мы разработали целую систему учебно-методическое обеспечение, она не просто как отличается, это не просто набор литературы, это структурированные материалы, которые для того, чтобы наименьшить вагрузку, изучить больше материалов. Вот разработана система управления обеспечением, называется АСОН. Мы ее на сих пор дорабатываем, но она нам как раз помогла поставить на поток как раз разработку учебных материалов по модульному подходу. Учебные и главные все экономизированные сейчас уже первый этап расчет нагрузки также сделан и ведет его опыт на экспортацию. Вот это то, что планируется. Времени мало, я показываю вам здесь какие основные... Времени мало, но она закончена. Хорошо, я просто показываю, чтобы вы видели, что для того, чтобы вести занятия на экспортную аудиторию, какие нам пришлось затратить средства и сделать вложения. Значит, аудиторно-аппаратный комплекс, программа обеспечения на 35 аудитории, это было забудено, система канала связи, у нас сегодня 20, но в металлическом обеспечении он рассказал, учебно-аргумационное обеспечение тоже специально было до работа, но техническое обеспечение, 24 специалисты обеспечивают работу в основном на аргументарии. Это так, показываю, чтобы вы видели картинку, когда зайдете на наш сайт или на наш портал, значит, вот, что мы представляем студентам, что они прямо с центрального сайта могут куда войти, то есть у них есть все. Расписание, работа, айпидели, лития, пожалуйста, олимпиары, значит, везде альбук вычаствовали. Ну, это учебные сайты, значит, это кафедра, показываю, сходящую кафедру, кафедра, каждая кафедра имеет возможность также работать со студентами. Ну, а это вот электронный читательный бюллет, чтобы было подтверждение того, что я сказала, это действительно, то есть все, что студент берет библиотеки, и вот сразу он звучит, значит, все на самом деле и ведется история. Все. Спасибо за это много. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok